так ну мы продолжаем продолжаем показывать нашу заготовку палочку-выручалочку что мы вам показывали вот это наши остатки естественно прям берегли чтобы хотя бы еще один вам салат показать это что остатки естественно отжала от маринада приготовила для салата какой мы сегодня салат будем делать нам вот захотелось такой немножко остренький такой салат это не совсем корейский можно сказать но под корейский в общем делаем на свой вкус и что нам для этого нужно репчатый лук уже нарезанный чеснок уже тоже натерла здесь у нас получается и приправа для морковчи вот такая она у нас вот что продается взяла в общем с пакета то есть а еще люблю очень мэри цунели да вот это такое вот очень люблю в морковчу ну в принципе салат такой вот с морковкой как там называть я по названием все время сами называть как хотите потому что каждый называет по-разному и потом придирается почему и как и вот так и масса растительные вот это все что нам нужно и если мы уже вот этот у нас заготовка есть то это мы очень быстро этот салат готовим какое еще как это хорошее качество этого салата этот салат стоит дольше чем например стоит что мы с майонезом делали с майонезом там желательно в этот же день все равно съесть потому что майонез долго не стоит этот можно заранее за день за два за три приготовить если вы то есть один раз сделали можно побольше у нас уже тут мало осталось поели уже сделали можете три-четыре дня и в общем еще есть не нужно вам салат эти делать вот так начнем что еще хотел сказать лук я нарезала вот так мелко потому что я хочу лук добавить сюда здесь салата не очень много поэтому он у нас и быстро закончится а если вы делаете больше количество тоже нужно на дольше дни стояла больше то лук резать режете большими кусками потом из масла вытаскиваете и что мы делаем добавляем сюда все наши приправки я даже не знаю как насколько это остро поэтому я если что потом вот так вот приготовили мы убрали что мы делаем дальше мы берем масло примерно сколько нам этого масла нужно вот на это количество овощей так я думаю хватит и раскаляем принципе даже у меня сейчас на девятки пусть быстрее немножко раскалится так ну мы теперь добавляем лук и обжариваем так чтобы он очень-то зажаренный немножко бы так ну вот примерно вот так нужно нам обжарить лучок и прямо сейчас вот на чеснок выливаем наши приправки все хорошо мешают и перемешиваем вот наш салатик в общем то но ему нужно постоять немножко и и где-то минут через 20 в общем то можно уже кушать так ну он у нас уйдет быстро вот обыкновенная заготовочка и очень удобно и быстро пока вы там какой-то может даже котлетки разогреваете да и в это время этот салат заправили и вот вам остренький салатик то есть из этой из этих овощей можно любой салат мы часто даже делаем просто в этом берем этот овощи добавляем растительное масло русское пахучие и так вкусно и что вы думали у меня муж и не любит свеклу а это есть только так молчу можешь еще спрашивать там еще есть или нету потому что принципе когда ты в салате светло так не чувствуется именно за что я вам еще ну теперь закроем крышечкой и пусть постоит что я вам еще хотела показать мне уже тут маленькая заготовочка хотела вам сказать эти же овощи этому на повседневного я вам показывала можно и сделать все отдельно то есть морковь капуста все по отдельности также замариновать вот все на и тогда уже вы сами как хотите там чего сколько хотите ну естественно капусту нужно больше рассол я этот уже маринад я сделала если кому кто не знает как посмотрите в предыдущих видео там все подробно объясняется вот сейчас я залью дам остыть и ставлю в холодильник довольно таки здесь у меня полтора литра даже не хватит придется еще пол литра делать для моркови наверно не хватит так что чтобы было полностью в маринаде есть немножко еще сделаем на воду кипятить вот и все вот такой вот маленький закроем крышкой поставим в холодильник и пользуйте хотите больше морковки хотите без свеклы хотите со свеклой то есть вот особенно если вы перед новым годом перед каким-то праздником ждете гостей вот эти заготовочки делать очень удобно поэтому пользуйтесь смотрите и успехов вам хотел бы сказать и что еще хотел сказать заходите на наш канал смотрите задавайте вопросы мы с берегите себя любите друг друга берегите друг друга пока пока всем всего самого доброго